Германия обсудит с ЕС, каким будет их ответ России на отравление Алексея Навального боевым веществом класса новичок. Как заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, решение будет принято сразу после того, как Организация по запрещению химического оружия обнародует доклад по этому делу. «Мы призываем Россию, и я делаю это сегодня вновь, прозрачно и полноценно расследовать нападение на оппозиционного политика Алексея Навального. Это далеко не только наше с Россией дело, это преступление, совершенное на территории России, это нарушение Конвенции о запрещении химического оружия и, следовательно, международный вопрос. Сейчас мы ждем результатов из ОЗХО, а затем обсудим необходимые ответные действия с европейскими партнерами». Меркель в своем выступлении еще раз подчеркнула, что отравление российского оппозиционного политика – это международная проблема. Об этом же ранее на сессии Генассамблеи ООН сказал глава МИД Германии. Он подчеркнул, что ЕС оставляет за собой право ввести санкции в отношении России. «Это не первый случай, когда мы сталкиваемся с нарушением принципа международного сотрудничества, а именно запрещения химического оружия. Нарушение этого закона, как мы смогли доказать в случае с отравлением лидера российской оппозиции Алексея Навального, является проблемой для всего международного сообщества. Подобный случай должен иметь последствия». В российском министерстве иностранных дел заявили, что не сомневаются в том, что организация по запрещению химоружия найдет в анализах Навального следы Нвичка. Российское внешнеполитическое ведомство обвиняет организацию в нарушении процедуры, в частности, в отсутствии согласия России на исследование биопроб Навального. Саму передачу анализов в российском МИД назвали, цитирую, «тщательно скрывавшейся секретной операцией». Также Москва обвиняет Берлин в введении дезинформационной кампании против России, а факт отравления оппозиционного политика полностью отрицает. «Никаких доказательств некого российского участия, как они говорят, российский след в произошедшем нет и быть не может. Ни в Советском Союзе, ни в России, в отличие от стран Запада, научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок под условным названием «Новичок» никогда не осуществлялось». Представитель МИД добавила, что Россия принимает ответные меры на санкции ЕС. При этом лидеры ряда европейских стран не сомневаются в том, что Алексей Навальный действительно был отравлен «Новичком». В ходе своего визита в Литву президент Франции Эммануэль Макрон вновь повторил свои вопросы к России. «Совершенно очевидно, что в России было совершено покушение на российского оппозиционера с применением химического вещества «Новичок». В связи с этим Россия должна дать необходимое разъяснение. Поэтому сегодня международное сообщество в рамках расследования ОЗХО, а затем и Европа, должны запросить у России объяснений. И нам придется сделать выводы из информации, которую предоставит Россия, или из ее отказа в предоставлении этих разъяснений». Ранее газета «Лемонт» писала, что Макрон остался крайне недоволен объяснениями случившегося с Алексеем Навальным, которые давал ему президент России Владимир Путин. Тот, помимо прочего, как утверждается, говорил, что Навальный мог сам принять яд. Кремль однозначно не опроверг утверждения газеты, заявив лишь, что они неточные. Соратники Навального уверены в том, что покушение на него было санкционировано на высшем уровне, но в итоге обернулось неожиданными последствиями. «Я считаю, что Владимир Путин не ожидал такого развития событий. Я совершенно уверен, что это не могло произойти без решения лично Путина. И так каким-то образом он должен был сказать этому «да».» Алексей Навальный планирует вернуться в Россию. Но пока остается в Берлине. Он выписан из больницы и проходит курс реабилитации. Напомню, 20 августа политику стало плохо во время полета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске. Врачи скорой помощи вкололи ему антидот. Симптомы были схожи с токсикологическим отравлением. Политика госпитализировали в местную больницу, где он впал в кому. Через несколько дней его перевезли в берлинскую клинику Шарите. Российские врачи в итоге не нашли следов отравления и объяснили состояние Навального нарушением обмена веществ. Сразу несколько европейских лабораторий позже установили, что оппозиционеры отравили боевым ядом класса новичок. Сам Алексей Навальный на днях поблагодарил пилотов и фельдшеров скорой помощи за спасение его жизни. Вы хорошие люди, написал он.